Майкл Наки у нас на связи. Майкл, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, появилась информация, что Совет Федерации разрешил использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами России. Вроде как бы ожидаемо, но тем не менее, на ваш взгляд, как далеко российские войска сегодня, исходя из той информации, которая есть, готовы пойти? Ну, российские войска сами ни на что не готовы. Они, значит, подчиняются приказам, которые им отдают, и глобально этот вопрос выглядит как на что готов пойти Владимир Путин. Надо сказать, что все идет по накатанной, да, то есть даже вот формальные заявления, типа это миротворческие войска звучат со стороны Совета Федерации, в том числе со стороны Валентины Матвиенко. И тот сценарий 2008 года, который мы многими вспоминался там в последние дни, ну, скорее, сейчас уже по-другому вспоминается, но вот 3-4 дня назад, да, говорили как раз про сценарий 2008 года. Когда якобы защищаем население, значит, идут миротворческие войска, а потом они идут и вглубь страны. Мы помним, что в 2008 году, собственно, российские вооруженные силы достаточно далеко продвинулись по территории Грузии. Но поскольку на тот момент с мировым сообществом мы еще не рассорились, вообще у России не было восстановлено такое ренамы мирового зла, да, то там это не привело к каким-то серьезным, значит, и длительным военным действиям. Сейчас ситуация несколько иная, и на самом деле понятно, что каждый вот из зрителей, из аналитиков, вы лично наверняка, мы ищем, за что бы нам зацепиться. Ну вот, за какую бы такую соломинку зацепиться, чтобы представить, что, ну нет, все равно сейчас это там, значит, ну вот они признали независимость ЛНР и ДНР, и дальше не пойдут, наверное. Ну нет, они вот сейчас сказали, что будут вводить туда войска, но, наверное, останутся в пределах, причем в нынешних ЛНР и ДНР, то есть мы все время ищем, за что зацепиться, потому что глобально наш мозг, значит, он как-то отвергает идею о том, что в 21 веке, в 2022 году, да, можно перейти к агрессивным военным действиям, да, вплоть до того, чтобы пойти захватывать украинские города. К сожалению, приготовление всех последних месяцев, о которых нам сообщала и западная разведка, да, через западные СМИ, и российские наблюдатели, вот я предпочитаю конфликт интеллигенс тим, да, это команда Руслана Левиева, которые достаточно плотно следят уже много лет за перемещением российских военных, и именно с ним я предпочитал говорить на эти темы, и мы видели, что концентрация российских войск у границ Украины расположена не только в местах, да, ЛНР и ДНР. Они достаточно протяженно стоят, причем концентрация этих войск достаточно большая, называются разные цифры, от 150 до 200 тысяч человек, плюс, значит, потенциальные военные из ЛНР и ДНР, мы знаем, что сейчас там проходит мобилизация, там людей буквально забирают с улиц, ну, мужское население от 18 до 55 лет, и, в общем, пока за соломинки цепляться мы с вами, конечно, можем пытаться, но все пока указывает на то, что действительно те планы, о которых нам сообщали, планы о продвижении вглубь Украины, планы о военном вторжении, да, о новом военном вторжении, я подчеркну, потому что военное вторжение на территории Украины произошло в 2014 году, и все последние 8 лет по факту идет война. Вот, значит, все эти планы, они, скорее всего, действительно лежат на столе, ну, то есть, может быть, случится какое-то чудо, точнее, это там не совсем чудо, у него есть ряд параметров, почему вдруг Владимир Путин может принять какое-то иное решение, да, и отказаться от планов проходить вглубь Украины, но это очень маловероятные события. Мы с вами слышали его обращение, чудовищное, длинное, бессвязное, значит, антиисторическое, абсолютно безумное, и, конечно, главная проблема этого обращения для зрителя была в несоответствии, несоответствии тех проблем, которые это обращение ставит, да, в голове Путина, и тех выводов, которые мы наблюдаем в конце. Ну, то есть, Владимир Путин достаточно долго, если мы уберем всю эту мишуру про то, что Украина не существовала, значит, ее создал Ленин, Диму Кунь, ну, вот это вот все мы уберем, да, содержание статей Владимира Путина, которые он публиковал раньше, но никто их не читал, поэтому он, видимо, обиделся и решил рассказать об этом всему миру, значит, если мы все это уберем, у нас в сухом остатке останется несколько тезисов. Первый из которых – существование Украины на данном этапе, оно угрожает Российской Федерации. Более того, из новых тезисов, которые там были, это потенциал создания Украины ядерного оружия и, опять же, угроза для России. Вторая важная проблема, которую он для себя ставил в этом обращении – это существование НАТО как угрозы Российской Федерации. Надо сказать, что такая риторика, да, что вот там будут солдаты НАТО и все прочее, она уже достаточно давно в российской политике, в том числе со стороны российской дипломатии. Но, если раньше это говорилось всякими кивоками, если раньше это говорилось, хотел бы сказать, зоповым языком, да, но таким полугопническими метафорами, то теперь нам говорят прямо, то есть Владимир Путин прямо говорит, НАТО, ее цель альянса – либо захватить, либо, значит, как-то унизить, оскорбить, уничтожить Россию. И вот эти две проблемы, которые он ставит перед адресатами своих обращений, которыми являются российские граждане, и вывод, который он делает, поэтому мы признаем ЛНР и ДНР. И здесь немножко разрывается шаблон, потому что не очень понятно, каким образом признание ЛНР и ДНР поможет, значит, нам защититься от ядерной бомбы со стороны Киева, как это поможет защититься от солдат НАТО и все прочее. Поэтому, конечно, все это обращение, оно выглядит как некая предтеча для более каких-то серьезных и масштабных действий. Я предполагаю, что это обращение на самом деле с нами на ближайшие два года, то есть оно символизирует начало нового отрезка пути до 2024, на котором Владимир Путин и будет пытаться остаться у власти в 2024 году. Именно эта история про врагов, да, у нас в целом риторика, что кругом враги, мы Россия, кругом враги, она достаточно давно, но она была в таком лайтовом варианте, и она уже людей не очень впечатляет. То есть все не до конца понимают, почему, значит, 30 миллионов россиян ходят в туалеты, которые снаружи дома, и как это связано с солдатами НАТО. То есть вот эта связка не очень понятная, ее решили сделать более наглядной, то есть создать некоторую ситуацию, в рамках которой действительно Запад будет давить на Россию усиливая санкционные давления, и в рамках которой можно будет апеллировать к военной милитаризации. Военная милитаризация, она спишет вообще все. При военной милитаризации можно добить недобитые СМИ, значит, всех инагентов признать шпионами, заставить всех затянуть пояса, всех, кто не согласен, там, значит, по законам военного времени что-нибудь с ними делать. Поэтому ближайшие два года, я так понимаю, они пройдут под флагом вот этого, значит, кругом враги, они хотят уничтожить Россию, а я, Путин, вас защищаю. Более того, мы видим, что, как нам показывали декабрьские опросы, вот, которые проходили в декабре, и данные появились не так давно, где-то недели две-три назад, что вот эта военная милитаристская риторика в рамках, там, вторжения и всего прочего, она работает. По крайней мере, рейтинг Путина на этих вещах начал расти, поэтому я думаю, что это было избрано как как раз вот та канва, в рамках которой он будет существовать. Возвращаясь к Украине, мы видим, действительно, что вот в последний, буквально в последний час, мы видим два сообщения, которые, на мой взгляд, дополняют друг друга. Первое – это разрешение использования российских военных за рубежом, которое трактуется людьми по-разному. Кто-то говорит, это вот значит, чтобы они как раз в ЛНР и ДНР находились в действующих границах, опять же, да, хотя это произошло еще ночью, еще ночью фиксировалось движение российских военных внутрь ЛНР и ДНР. Кто-то говорит, что это для последующих масштабных действий, но в самом этом разрешении, насколько я понимаю, там не оговаривается, на какой территории разрешается применение, каким сроком ограничивается и каким контингентом. Поэтому с формальной точки зрения это разрешение дает полный карт-бланш, в том числе на военные операции на территории Украины. И второе сообщение, которое поступило от Министерства обороны Российской Федерации, это сообщение, в котором говорится, что продолжаются какие-то там якобы продолжаются угрозы для жителей ЛНР и ДНР, и, значит, Минобороны говорит, что надо защищать. То есть, вот буквально, они говорят, что ситуация в ЛНР имеет тенденцию к обострению. Хотя никакого яркого обострения мы не видим и не видели с самого начала. Убедить, мне кажется, людей, которые не просто там смотрят и доверяют телевизору, а в целом как-то анализируют информацию, что именно, когда у границ Украины появилось 150-200 тысяч российских солдат, это лучшее время, чтобы выпустить два снаряда по Ростовской области, потом сжечь какую-то будку в лесу, да, и, значит, два БМП туда запыльнуть, убедить. Вот зрителя, который как-то имеет доступ более чем к федеральным каналам, российским достаточно сложно. Ни одного верифицированного эпизода с действительно атакой украинских военных на территорию России или на территорию ЛНР-ДНР мы так и не получили никаких свидетельств явных. Поэтому, скорее всего, это рукотворные провокации, значит, со стороны как раз, ну, можно говорить ЛНР-ДНР, но давайте говорить, там, России, потому что понятно, что полностью марионетное правительство, и вот там Пушилин, да, он без, собственно, покровительства со стороны России разве что может людей в МММ привлекать, чем он и занимался 10 лет назад. И таким образом мы видим, что поскольку это полностью все рукотворная история, то в любой момент времени они просто могут выпускать сообщение о том, что очередной обстрел, там, войсками ВСУ, поэтому мы, там, идем на Мариуполь или, значит, на Харьков или Киев. К сожалению, именно этого имеет смысл ожидать в ближайшие часы и дни, хотя, опять же, я, как человек, которого никогда не гаснет надежда, значит, надеюсь, что этого не произойдет. Но пока все данные, которые мы видим, данные по российским войскам у границ с Украиной и их передвижением, данные со стороны западных лидеров, там, Бориса Джонсона и остальных, говорят нам о том, что, да, готовится переход к полномасштабному вторжению на территорию Украины, вглубь Украины. При этом надо понимать, под каким соусом все это может подаваться, да. Сегодня весь день основной вопрос, ответ на который пытались достать у Кремля, это в каких же границах Россия признает ЛНР и ДНР, почему этот вопрос, значит, стоит на повестке, потому что, если мы говорим про Луганскую и Донецкую области, да, вот то, как они на карте Украины обозначены, то 70, примерно, может, чуть поменьше процентов территории сейчас контролируются украинскими войсками, да, то есть, а сепаратисты ЛНР и ДНР контролируют лишь небольшую, по факту, часть, ну, как небольшую, большую, да, но не большую часть вот этих областей. В Кремле отвечают, что мы сами ничего там не разграничиваем, мы ничего не знаем, мы ориентируемся на то, что говорят в ЛНР и ДНР, значит, как они сами себя провозглашают, так мы это и примем. А в ЛНР и ДНР, в свою очередь, говорят, что речь идет о действительно полностью Луганской и Донецких областях, то есть, включая территорию, которая сейчас занята украинской армией, ну, то есть, находится под контролем украинских военных и Украины в целом. Поэтому вот как раз это могут использовать как предлог для дальнейшего прохождения вглубь Украины и для каких-то захватнических операций. У нас звонок, зритель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Алло, алло, здравствуйте, это Глеб звонит. Здравствуйте, Глеб. У меня вопрос, да, у меня к вам, в общем-то, будет три простых вопроса. Вы в своем спиче так постоянно повторяете, якобы, якобы, якобы никакой опасности для жителей Донецка не существует, якобы их никто, значит, обстрелы все являются ложными, никаких провокаций, якобы, значит, провокации все со стороны смоделированной Российской Федерации. То есть, вы правда считаете, что вот этим бедным несчастным людям, которые, 800 тысяч из которых являются, прошу прощения, являются вашими соотечественниками, абсолютно ничего не угрожает, что дети не сидят по подвалам, что их украинская армия в течение последних лет не обстреливает, что сегодня не было удара РСЗО с 2018 года. Вы считаете, что это российские войска обстреливают, они сами себя обстреливают, это первый вопрос. Второй, собственно говоря, вопрос. Мы как с вами будем по пунктам отвечать или сразу три зададите? Нет, да, да, по пунктам давайте я сразу три задам. Второй вопрос. Вы сами были на территории Донецкой и Луганской народных республик, вы посещали их как журналист, беседовали с людьми. Знаете ли вы про, например, Кристину Жук и ее дочку? Были ли вы на аллее ангелов в Донецке? Второй вопрос и третий вопрос. Вы, извините, в армии служили хотя бы срочно? Присягу давали своему государству? Спасибо. Спасибо большое. Нет, я, как и Сергей Кожугетович Шойгу, в армии не служил, да, это министр обороны Российской Федерации, потому что, ну, в целом призывной тип армии в современном мире выглядит достаточно странно, и специфика российской армии, которая сейчас, значит, представляет из себя весьма странную организацию, мне не близка. Ну, я на самом деле хотел в какой-то момент, но вы меня не взяли, я там ограниченно годен, поэтому в случае начала войны я иду строить железные дороги, по крайней мере, именно так написано в моем военном билете. Теперь, переходя к, давайте, первый, потом второй, нет, давайте второй, он попроще. Нет, я не был на тех территориях, да, я разговаривал с людьми оттуда, я разговаривал с журналистами, которые были на месте событий, причем в разные периоды этого времени, и разговаривал с людьми, которые занимаются исследованиями и расследованиями того, что там происходило последние восемь лет. Вот, потому что я предпочитаю не... Вот, как вы спрашиваете у меня все время, там, вы правда верите, вы правда считаете, вера и, там, значит, какие-то свои мои домыслы, мне не кажутся надежным источником информации, да, я предпочитаю факты, и именно на них опираться, потому что вера – дело добровольное, но, на мой взгляд, для журналистики неприменимое. Что касается того, интересует ли меня судьба жителей, там, Донецка и Луганска, конечно, интересует, как и судьба любого другого человека в мире, независимо от его гражданства, независимо от того, значит, на какой территории он находится, и, безусловно, я искренне сочувствую гражданам и Луганских, и Донецких областей, и гражданам Украины, которым уже восемь лет приходится жить фактически в состоянии войны и постоянного напряжения, и гражданам России, которым тоже приходится все издержки имперских амбиций Владимира Путина тащить на себе. И, собственно, возвращаясь теперь к первому, на самом деле, основному вопросу, единственному, да, который является не эмоциональным, а действительно имеющим смысл, о том, что мы имеем в виду, когда говорим про обстрелы, их наличие или их отсутствие. Проблема заключается в следующем, что мы видели некоторое количество вещей, которые выдавались нам, как некоторая агрессия страны, значит, ВСУ. Ну, первый такой эпизод был, это подрыв УАЗика, значит, главы самопровозглашенной ДНР на парковке в пятницу, когда проводилась эвакуация. И с этим подрывом сразу есть много проблем. Первый – это пустой УАЗик на пустой парковке, значит, который взорвался, никто не пострадал, ничего не произошло. Уже выглядит странно, но это только начало странности. Вторая странность, что номера с этого УАЗика до этого были на машине УАЗ «Патриот». И, собственно, ровно такие же номера с таким же обозначением. И третья странность заключается в том, что диверсанта, которого якобы поймали украинского, который ответственный за этот взрыв, его поймали в четверг. По крайней мере, об этом сообщают российские СМИ. Несмотря на то, что взрыв произошел когда? Правильно, в пятницу. И вот такие несостыковки, они есть со всеми эпизодами, которые нам пытаются продать российские средства массовой информации, и, значит, российские политики на них ссылались. То же самое с погранпунктом, который якобы обстреляли войска Украины. Нам показывают кадры, это некая сторожка в лесу, которой даже не идет тропинка. Поэтому, если это и был погранпункт, то это был погранпункт для летающих медведей. Потому что, ну, с признаков того, что до туда доходили люди, особо нет. По крайней мере, в большом количестве, что предполагает погранпункт. И так далее, и так далее. И поэтому, в связи со всеми этими особенностями, значит, мы видим, что, как минимум, есть некоторая дезинформация, которая поступает со стороны властей ЛНР и ДНР. Мы видим дезинформацию со стороны российских медиа. Мы видим дезинформацию со стороны корреспондента Раштуде Ильи Васюнина, который сообщал якобы о мирном жителе, погибшем на остановке. И в чем там проблема, да, для меня, как для журналиста? Если у нас погибает мирный гражданин из какого-то села, то почти сразу мы узнаем его имя, фамилию, чем занимался, что делал. Потому что это село, там все друг друга знают, там, ну, точно могут сказать, кто погиб, что погиб, когда это произошло, и показать какие-то свидетельства. Здесь же история похожа на распятого мальчика, когда у нас нет вообще никакой информации, она так до сих пор не появилась. В обычных условиях тут же появляются интервью с его, значит, мамой, папой, братом, друзьями и всеми остальными. Поэтому это действительно похоже на информационную войну со стороны российских властей, потому что очень удачно как-то это все совпало. То есть 8 последних лет украинская армия не переходила в наступление в ДНР, ЛНР. 8 последних лет украинская армия не обстреливала двумя минами Ростовскую область и не вторгалась туда на двух БМП. Но почему-то именно в момент, когда у границ Украины стоит максимальная концентрация российских войск, и именно в этот момент потребовалось украинской армии, причем не осуществлять какое-то полномасштабное вторжение, десятками тысяч человек для того, чтобы снова занять ДНР, ЛНР, а запустить два БМП, две мины и сжечь один, значит, вот этот якобы погранпункт. К сожалению, с точки зрения анализа информации, это не походит на правду. Когда я говорю «к сожалению», это скорее фигура речи, не то, чтобы я об этом как-то сожалел. И поэтому на данном этапе действительно мы видим информационную кампанию со стороны именно российских медиа и властей ЛНР и ДНР. Также их перечисление количества обстрелов, которые было, например, они сказали, что было выпущено 1100 боеприпасов в период с 19 по 20 февраля. При этом нам не показывают, как разрывались эти снаряды, нам не показывают, значит, ущерб от этих снарядов. Единственное, что нам показывают, это записи, которые были сделаны много-много времени назад. Как, например, упомянутый штурмзавод или что-то такое, метаданные видео которого показывают на аж 2022 год, но 8 февраля, то есть за 10 дней до того, как она была опубликована. Поэтому мы видим большое количество вранья. Из-за этого, естественно, мы распространяем это на репутацию тех, кто это заявляет. И проблема в том, что вот там, не знаю, откуда берет информацию человек, который позвонил, но там предположу, что как раз с российского телевидения и с российских СМИ, потому что там как раз не заморачиваются тем, чтобы показывать или что-то доказывать. То есть там просто говорится императивно. Вот был обстрел, столько-то людей погибло, значит, верьте нам на слово. А человек, который имеет доступ к альтернативным источникам информации, он заходит, все это проверяет и смотрит, стыкуется это друг с другом, не стыкуется. Итого у нас получается, значит, три тезиса. Первое. Украинская армия начала якобы нападать в момент, когда это максимально для нее невыгодно, и почему-то так начала удобно нападать, чтобы у Путина был предлог для вторжения. Второе. Мы не видим реальной фиксации тех действий, которые приписываются в СССР. И, соответственно, третье. Мы прямо ловим на лжи в этих сообщениях. Мы ловим на лжи во время записи обращений ЛНР и ДНР, Пушилина и Пасечника. Мы видим, что они по метаданам в другое время сделаны. Мы ловим их на лжи по другим эпизодам, которые я уже перечислил. И по трем этим факторам я, как честный, объективный журналист, делаю, соответственно, выводы, которые до вас и довожу. А верить в это или не верить, это уж вы решайте сами, потому что вопросами веры занимаюсь не я, а священники и российские пропагандисты. Это вот их инструменты, которые я не очень сильно люблю. Ну что ж, Майкл, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир. Спасибо большое. Майкл Маки, подписывайтесь на канал в YouTube и благодарим вас за этот включение. Удачи. Всего доброго.